Уже пятый по счёту форум впервые сменил свою прописку. Изменилась география, но неизменным остался главный посыл – формирование в СМИ позитивной информационной повестки о Кавказе. И речь идёт не о сознательном замалчивании или распространении только положительной информации, а об объективном подходе к подаче событий на Кавказе. И последние два года показали – ситуация в корне изменилась. Согласно статистике, начиная с 2013 года, позитивное информационное присутствие Северного Кавказа в федеральных и сетевых СМИ увеличилось более чем в два с половиной раза. Я вам скажу, что на прошлом форуме СМИ, ещё мы не подводили итогов, ко мне подходили несколько человек, в том числе главный редактор журнала, журналист, например, и говорило, что вот все российские выставки проходят, она была поражена высоким качеством презентованной выставки «Достижение средств массовой информации на Кавказе». И говорилось, что она на российском уровне редко такое видит. Круглые столы, экспертные блоки и мастер-классы для представителей регионов подготовили поистине насыщенную программу. Причём спикерами здесь выступили известные журналисты, представители власти и общественности, пиар-специалисты и блогеры СМИ. «Первое, что я выделю, это то, что было впервые, это обсуждалось взаимоотношение, диалог правоохранительных органов со СМИ. Я хочу выделить это одно, это было действительно ожидали давно, обсуждали и на гражданских форумах. Вот это я, пожалуй, выделил бы». Одной из сквозных тем стала разница между профессиональным журналистом и интернет-блогером. Естественно, глобальная паутина – это первоисточник свежих новостей, о которых пишут не только официальные представители того или иного издания, но и очевидцы событий. Таким образом, люди автоматически становятся ньюсмейкерами. Именно поэтому роль профессиональных журналистов в этой ситуации растёт многократно. «Обсуждались очень важные моменты, как от какой-то маленькой мелочи, что может это превратиться в очень большую проблематику. На самом деле, маленькая ошибка, она… Вот эти, кто занимается троллингом, особенно любят, да, это целенаправленные вот эти атаки постоянно идут, они цепляются за каждую вещь, которой можно зацепиться. И вот в этом плане журналистам надо быть более чёткими и слаженными, чтобы не допускать вот эти минимальные. Потому что порой ошибка журналиста приводит к большой проблематике». Ведущие спикеры форума были едины во мнении, что в новых условиях самое главное – это профессионализм. «Профессиональные стандарты и профессиональные традиции и требования, она и есть самое главное. Она всегда ею останется, и ничего её не может заменить. Всё остальное – это лишь иллюстрации к этому. Это взаимоотношения с социальными сетями, это документалистика, это, собственно говоря, какие-то тренды на телевидении. Они могут быть самые разные, но они либо работают на профессию, либо не работают. Именно это и должно являться предметом исследования на форуме». За эти пять лет форум вырос, повышается его представительность, приезжают гости и спикеры из-за рубежа. Также именно на площадке форума проходят важные презентации. Так российский журналист и политолог, общественный деятель Алексей Чадаев представил книгу «Путин. Наши ценности». Она посвящена тем убеждениям, которые характерны россиянам. По мнению Чадаева, для журналистов роль этого форума трудно переоценить. «Журналист, он же живёт информацией и коммуникацией, и поэтому для него всегда важно иметь общение с коллегами за пределами той территории, где он работает. Вот это вот ощущение именно единства среды. Ну и не буду, кроме того, открывать какой-то большой тайны, не менее важно внимание власти». Ярким красочным завершением стал торжественный приём от главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. Ключевой момент вечера – церемония награждения победителей конкурса «Медиа Кавказ». В числе номинантов фигурировали практически все средства массовой информации из КФО. Победителей отбирала квалифицированная профессиональная комиссия, в числе которой ведущие эксперты и действующие журналисты федеральных СМИ. С богатым урожаем наград из Магаса вернулся и канал «Архиз-24». Так, в специальной номинации учреждённой главой республики Рашидом Темрезовым Карачаева-Черкесия «Территория развития» победил фильм-ролик о регионе главного редактора художественного отдела Анастасии Николаевой. Лучшим пиар проектом СКФО стало проведение трёхлетия телеканала. Победил его сценарист, телеведущий и редактор Артур Кенчишау. А в номинации «Живописный Кавказ» лучшим стал фотограф, сотрудник «Архиза-24» Сулим Кудусов. Для телеканала «Архиз-24» триумфальный день. Мы получили целых три высших награды на пятом форуме СМИ СКФО. Это очень ценная на самом деле награда, потому что именно в ней заключён посыл и смысл всего, что сейчас должны делать северокавказские СМИ. А именно нести всё самое светлое, всё самое красивое, всё самое хорошее, что есть на Северном Кавказе в массы. Вместе с тем благодарственными письмами отметили всю телекомпанию «Архиз-24» и редакцию «Рья Карачаева-Черкесия». Следующий форум СМИ планируется провести в столице Чеченской Республики – Грозном.